с сельским батюшкой, приехал в райцентр, в типографии мне нужно было напечатать плакаты, какие-то определенные, там, значит, семинар хотел провозить. Я был батюшкой тогда деятельным очень, но учил многому нехорошему, к сожалению, значит, но не по Слову Божьему очень часто учил я, к сожалению. Мне прискорбно об этом сейчас говорить даже, но я покаялся, и я верю, что Господь это все исправит в жизни тех людей, в которых я сел, многом неправильных вещей. И вот, поэтому мне прискорбно говорить о сегодняшних вот таких вот служителей, адвокатов дьявола, как вот Кураев Дьякон, значит, там, Сардворкин, другие, вот, сектоведы так называемые, к сожалению, но я верю, что эти люди тоже покаются, и их энергия пойдет в мирное русло, на созидание, не на разрушение, а на созидание, в русло Евангелия Иисуса Христа. Да, слава Богу, это будет очень большим благословением, я верю, когда вот Кураевы и все прочие покаются и обратятся к Иисусу на самом деле, о, они такие вещи будут говорить. Россию покайся, там держись, дьявол. Бедный дьявол, как это говорил, Тейлосборн в Киев приезжал, бедный дьявол. Когда он посмотрел, в большое поле тысячи людей молятся, он говорит, бедный дьявол. Вот, сегодня столько душ обратилось к Иисусу, что все, капут его царство. Да, и так я приехал в типографию в ту, и вы знаете, значит, и мне женщины говорят, батя, так, у нас проблема, говорю, что такое? Да вот так, вот так, наш директор взял заказ у баптистов и напечатал какую-то брошюрку, и мы вынуждены были вот, ну, скверниться, как бы, значит, набирать это все, значит, там, печатать, значит, там, так далее. Ну, что нужно сделать, там, чтобы это, как бы, покаяться, там, или что-то еще. Я зашел к этому директору типографии и наехал на него. Я был просто заказчик, но я наехал на него. Он мне в отцы годился. У него лампадочка, икона висела в его кабинете. Я говорил ему, что проклятие на вас, на ваших детях или на ваших внуках, вот, что вы снимите лучше икону, не позорьтесь, вы печатаете баптистам их прокламации. Он стал извиняться, значит, там, оправдываться, значит, я наложил на него ипитимью, что значит, что печатать теперь бесплатно, опровержение баптистов, значит, все статьи против них печатают бесплатно, значит, чтобы в несколько раз больше, чтобы, значит, чтобы ересь эту, как бы, вот, значит, нейтрализовать, как бы, значит, да. И печатали много, а сегодня вспоминать об этом даже стыдно, что на ночь, что я делал вообще. И многие вещи, вот тогда я доказывал, что нужно молиться многим святым. Тогда я доказывал. И в статьях писал об этом, и в личной беседе я доказывал людям. Мне говорили некоторые, приходили ко мне граждане некоторые, и говорили, вот мы стали ходить к протестантам каким-то, допустим, к церквям, и нам говорят об Иисусе, но там не учат молиться Марии, там святой. Я говорю, это ересь. Я говорил, что нельзя молиться напрямую. Если можно, то это вообще, мы недостойны. Мы должны обращаться к тем, кто, вот они умерли, они более достойные, и к ним надо обращаться, а чтобы они помолились к Богу, в свою очередь. То есть такой телефон, понимаете, не напрямую, как в какой-то бюрократической машине, да? Не напрямую к начальнику, а вот через кого-то, через кого-то. Знаешь этого, да, вот через него я обращаюсь. Вот через другого святого, пятого, десятого. Но, друзья, однажды просто меня осенило. Ведь един Бог, един посредник между Богом и человеками. Сам человек Иисус Христос написан, друзья мои. И в постановке еврейскому народу апостол Павел писал, что Иисус, Он есть ходатай Нового Завета, первосвященник Нового Завета. На самом деле, если раньше первосвященники входили во святое святых Иерусалимского храма лишь раз в году, вот на юр, они заходили в день искупления с кровью жертвенной, и все, это было однажды в году, а в другое время года нельзя было заходить туда, во святое святых. Друзья мои, то сегодня мы имеем первосвященника вечного. Имеем первосвященника, который там, не в каком-то игрушечном святом святых, не в театральном, не в виртуальном, а в реальном святом святых, там у Отца на небесах со своей кровью предстоит за каждого из нас и день, и ночь. Есть молитвенник самый величайший за всех нас. И лучше не придумать никого. Не надо велосипед изобретать в церкви. Не надо пытаться снова придумать друг какой-то определенный. Дьявол, он того и ждет, чтобы люди пытались новые пути к Богу придумать. Но есть единый путь, это сам Господь Иисус. Друзья мои, я верю, что вот эти прописные истины, библейские истины, они откроются в церкви православной. И в этих прекраснейших храмах, в наших прекрасных храмах в России, будет слава вся Богу отдаваться. На самом деле, вся слава Богу будет отдаваться. Не умершим святым, при всем уважении к светлой памяти, не Марии, Матери Иисуса, не ангелам, а самому Господу. Аминь. И многобожие, первые века христианства, я уже говорил об этом, в церкви не было многобожие. Так как же оно пришло? Оно пришло после вот 313 года. Здесь есть много слайдов. И, кстати, вот эта синагога города Назарета, родного города Иисуса, где Иисус Христос жил и рос. Будем так говорить. И я был в этой синагоге и проповедовал там потрясающие впечатления, конечно, потому что это маленькая синагога. И сам Назарет, во времена Иисуса Христа, знаете, сколько было там население? 300 человек всего. Вот тебе и город. Это село. 300 человек всего. Эта небольшая синагога помещала всех взрослых мужчин. Пожалуйста. И проповедующий, читающий, допустим, он находился в центре из пророков. Он был в центре этой синагоги. И он говорил слово. И в этой же родной синагоге, в которую каждую субботу ходил Иисус, его однажды чуть и не убили. Его же земляки, его же сородичи, которые, и родственники, значит, они видели его, они знали его с измольства и не хотели уверовать. Друзья мои. И, так вот, первоначально церковь-то и развивалась среди, вот как раз, общин синагог. Да, вот здесь вот, это, в общем-то, иллюстрация страшная. Иллюстрация, значит, здесь рельеф, показывающий, когда римские вот эти оккупанты, захватчики, да, они несут трофеи. И вот здесь мы увидим минору, семисвешник. Храм был разрушен. Друзья мои, храм был разрушен. Это было в 70-м году. Кстати, вот, интересно тоже, Пергам в Малой Азии, ну, нынешней Турции. Город Пергам. И ангелу Пергамской церкви Господь повелел написать следующее, что, вот здесь указано, у них находится престол сатаны. А что же это был за престол? Друзья мои, это престол поклонения человеку, как Богу. Престол поклонения императору, как божеству, будем так говорить. И люди поклонялись императору, как божеству. Вот, восстановлено, как это все выглядело, вот в те далекие времена. Это в музее Пергамон, музеем в Берлине. Вот такие рельефы были страшные. Там сцена на стиле убийств и лакаон с сыновьями знаменитых, значит, там, когда его обвивают эти змеи, этого лжепророка. И вот, и вы знаете, что интересно, еще в училище художественном нам говорили, что Пергамский алтарь сатаны, алтарь Пергамский, вообще, алтарь, он есть пример, шедевр эпохи позднего эллинизма. И нам говорили, что вот нашествие этих варваров, значит, там, потом войны постоянно навевали такие страшные сюжеты вот этим скульпторам, художникам. Но на самом деле, друзья мои, здесь было нечто большее, чем просто страх перед вторжениями, там, и войнами, военными слухами. Здесь была сама идея такова. Вот именно поклонение как божеству, вот, живому человеку, якобы живому Богу. На самом деле, друзья мои, христиане, да, христиане не поклонялись императору как живому Богу, они поклонялись только лишь самому Господу Иисусу Христу, но не императору, ни в коем разе. Но императору, статуе императора, или же непосредственно самому императору, надо было принести жертву. Минимальная жертва на латинском языке называлась об ово, то есть от яйца. То есть минимальная жертва была простое куриное яйцо, разукрашенное, расписанное куриное яйцо. Оно преподносилось как жертва этому живому Богу якобы. Вот, но христиане отказывались приносить эти крашеные эти яйца, и за это их казнили в то время. Сегодня, друзья мои, сегодня не казнят за эти вещи, но сегодня, пожалуйста, приносятся эти крашеные яйца на Пасху. Кто не красил яйца? Все красили, наверное, или почти все, будем так говорить, из нас, вот, из присутствующих. Вот, и последние годы эти я этого не делаю, принципиально. Я говорю, нет, я могу яйца покрасить, поесть их в любое другое время года, но не в это, не на Пасху. Почему? Потому что это знак, вот, опять-таки, вот этой жертвы, жертвы, которая приносилась в свое время, но я не хочу быть участником этой жертвы, неправильной жертвы. И на Пасху, обратили внимание, не просто яйца еще, да, а еще делается, у нас в народе называют Пасха, да, или же кулич, высоко поднявшись, такая булка такая, да. Друзья мои, но, если читаем Библию внимательно, то мы видим с вами, что Пасха с поков веков, в самой первой Пасхе, она праздновалась с опресноками. И Павел уже в Новом Завете комментирует это, опресники называют чистоты и истины. То есть есть символ опресных, есть чистоты и истины. Но в историческом христианстве уже в шестом столетии появилась традиция вот именно Пасах этих, этих куличей, как мы их называем еще, значит, этих булок таких, которые не просто на квасном, а они очень сильно квасные. Это видно издалека, невооруженным глазом, что это квасное, это поднявшееся, это гордое. Друзья мои, это было сделано императорами, при истиниане, его придворными, этими епископами, священниками. Зачем? Чтобы подчеркнуть свое отличие от еврейства, чтобы откреститься от своих еврейских корней, чтобы подчеркнуть, что мы не евреи, евреи не мы, и вообще мы не имеем отношения никакого между собой. У нас ничего общего нет и не может быть принципиально. Понимаете ли? То есть в свое время кулич этот поднявшийся и крашенки эти, это было знаком бунта официальной церкви против своих корней библейских, еврейских корней. То есть это было попыткой рубить сук, на котором церковь сидит. Это было попыткой именно плевать в колодец, с которого ты же будешь и пить. Потому что нет другого у нас источников, нет у нас других источников. Лишь один, это священное писание. Бог сам говорит нам в Библии. И невозможно идти против рожна. Друзья мои, и нет, я не против куличей. Мне нравятся, они вкусные очень, но ритуальных есть я не собираюсь. По крайней мере, в эти годы я этого не делаю. И, друзья мои, и не собираюсь этого делать в дальнейшем. Но раньше я это делал. Хотя я думаю, что мало что изменится, если на следующую Пасху седьмого года православные христиане в храмы принесут мацу, а не куличи. Я думаю, мало что изменится, потому что одно лишь внешнее вот именно вот замена, одна лишь внешняя замена хлеба, она не изменит человека изнутри. Нужно покаяться, во-первых, вот и на самом деле осознать вот грех вот свой и грех исторической церкви, вот и покаяться, и только лишь после этого можно что-то менять. Но сама вот внешняя перемена, она ничего не даст, конечно же. Но на личном уровне я принял решение, что я ем Пасу, как вот полагается, значит, по Слову Божьему. И в наших церквях мы Пасу совершаем на маце, значит, на пресниках, не на квасном. И дальше здесь вот такая есть картинка, вот как первых христиан истребляли, распинали, сжигали, съедали, значит, их дикие звери. Но, друзья, Бог дал нашим братьям, старшим и сестрам мужество большое противостоять этому злу. И совершенная любовь изгоняет всякий страх. Даже страх перед смертью, друзья мои. тебя не тебя храни Song. ACEIt ДИНАМИЧЕСЯ ДИНАМИЧЕСЯ Продолжение следует...